Россия начала военные действия против Украины еще в 2014 году, то есть в этом году исполнится 8 лет, когда на Донбассе, это восточный регион Украины, продолжаются военные действия, ну и когда аннексирован украинский полуостров Крым на юге страны. За это время на Донбассе погибло около 14 тысяч человек, миллионы людей стали беженцами внутри страны, потеряли свои дома, огромные экономические потери до сих пор Украина испытывает. С 2014 года Украина приложила невероятные усилия для того, чтобы разрешить этот конфликт, для того, чтобы в Украине был мир. Были подписаны минские договоренности еще предыдущим президентом Петро Порошенко для того, чтобы остановить эскалацию на Донбассе. Россия создавала критические ситуации, где гибли сотни и тысячи украинских военных и гражданских лиц. Минские договоренности помогли успокоить ситуацию до определенной степени, но, к сожалению, они оказались и камнем спотыкания, когда Россия пытается интерпретировать минские договоренности для того, чтобы не уйти из Донбасса и для того, чтобы продолжать войну. После 2015-16 годов война пребывала в такой хронической стадии, в стадии хронической болезни. Каждый день там происходили обстрелы, один, два, пять, десять. Несколько воинов в неделю были ранены или погибали. Иногда подрывались гражданские лица. Это одна из самых заминированных территорий мира. И, конечно, это была большая проблема. После подписания минских договоренностей Россия начала показывать, что она не готова к продолжению диалога. И в какой-то момент дала понять, что ни минские договоренности, ни нормандский формат, который предусматривал общение четырех президентов Украины, Франции, канцлера Германии и президента России, для России уже не имел значения. И с 2017 года не произошло ни одной такой встречи. То есть Россия показала, что она не готова к диалогу. Когда пришел новый президент Владимир Зеленский, в 2019 году появился новый шанс к переговорам. За первые полгода были произведены обмены пленными. Россия до сих пор удерживает очень много украинцев в тюрьмах. Это на оккупированных территориях в России и в Крыму. Это политические заключенные, которые на самом деле не сделали ничего нелегального, никаких преступлений. Но они содержатся в тюрьмах, они поддаются тортурам из-за того, что поддерживают Украину. После 2019 года, когда в Украине появился новый президент Владимир Зеленский, были предприняты новые шаги для достижения мира России. Продолжение следует... 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 году. Украина благодарна Турции за предоставление байрактаров. Это было безумно важно в некоторые критические моменты для того, чтобы понимать, что делает страна агрессор, страна оккупант и для того, чтобы иметь возможность защищаться. Фактически Турция стала одной из первых стран, которая помогла нам выстоять, когда Россия собиралась опять устроить эскалацию. Кроме того, были подписаны и другие договора. Это договора о сотрудничестве, которые показывают, что страны все-таки хотят достижения мира, потому что это договора, которые существуют между мирными странами, в том числе развитие молодежной политики, обменом опытом информации в налоговой сфере, в таможенной сфере, безумно важные сферы как для Украины, как для Турции, как для любого цивилизованного государства. Смотрите, сегодня на улицах Киева, если вы приедете сюда, будет очень спокойно. Вы не увидите каких-то военных действий, но на самом деле каждый украинец сегодня прикован к телевизору и к новостным сайтам и пытается понять, что же вообще происходит и что делать в случае, если самый худший сценарий полномасштабной войны будет реализован. Но видите, Киев спокоен, люди продолжают работать, люди понимают, что такое экономика, люди понимают, что нужно зарабатывать деньги. Я знаю просто много-много кто готов к тому, чтобы выехать, допустим, или те люди, у которых есть дети, они уже оказались там на западе страны, да, просто для того, чтобы избежать рисков. Но на самом деле вы не увидите ничего опасного, если приедете в города Украины сегодня.